Есть какие-то замечания к брату Андрею? Принимай, Андрей, увлечение. Да, это опасно. Вот, Рома, ты хорошо знаешь уже Андрея по совместному служению. Есть замечания какие-то? Нет, ничего. Только хорошие. Только очень хорошие. Сына Матфея спрошу. Есть замечания к папе? Вот сегодня только один день, когда ты можешь что-то нехорошее сказать. Есть шанс высказать все. Да. Нет? Есть? Ну, давайте Наталья тогда что-то хотела сказать. Хорошее, да? Время для хорошего. Ну, я думаю, что сегодня вот Николая прям Бог привел, да, через него сказал. Что куда мне идти, да? У тебя глаголы вечной жизни. Я думаю, что это... О, Николай уже здесь. Я вот там ищу. Что это конкретно про Андрея. Потому что, ну, он посвятил свою жизнь Иисусу Христу. Да. И, знаете, он посвятил себя служению. И, ну, я думаю, что, ну, те, кто его знают, они это видят. И я хотела бы, знаете, предложить, кто с молодежи тоже. Может быть, вот, жаль, нет нашей дочери. Она очень любит Андрея, очень уважает его. И, знаете, такой случай был, что она была на джипе свекрови, да? Или это я свекрови? Свекрови, да? И был дождь, и у нее не сработало задний ход. И она, значит, врезалась в машину Андрея. А у нас здесь среда молитвенная. Она забегает такая и говорит, Андрей, я стукнула твою машину, да? Или что-то. И я не знаю, как отреагировал Андрей. Но потом мне Оксана говорит, я видела его реакцию. Это реакция настоящего мужчины. Он сказал, ничего страшного. Ну, что эта машина? Консервная банка, да? Знаете, очень важно молодежи видеть пример отцовства. Я Андрею несколько лет назад сказала, Андрей, у тебя дар. У тебя отцовское сердце. Это, говорю, это такая вообще редкость. Такой у тебя дар от Бога. И вот сейчас я вижу подтверждение, что... И потом Аня, это самый человек, которого я уважаю и люблю. Надо же было именно в его машину врезаться мне. Она так переживала. То есть я вижу, как молодежь относится к нему. И я думаю, что это подтверждение. Может, еще кто-то хочет сказать? Да, действительно, это очень хороший человек. И я очень рад, что он лидер нашего служения, поскольку он, как лидер, подает очень хороший пример во всем жизни. И меня он заразил готовкой. Я полюбил готовить, видя, как Андрей готовит, как вкусно готовит. И я начал повторять за ним. Ну, правда, не только в готовке, но и всем. Но как лидер, он прирожденный лидер, потому что мы прям стараемся повторять и быть похожим на него. Я не знаю про этого человека, что можно плохое сказать, потому что такого не бывало ни разу, вот сколько мы служим. Это действительно человек с большим сердцем. Он всегда ответственный, он добрый, он отзывчивый, он всегда придет на помощь, он с пониманием отнесется. Он может все. Я не знаю, вот чего Андрей не может. Вот это видно, как он воспитывает своих детей, какие у него прекрасные талантливые дети. И реально его реакция, она всегда с любовью. Это я тут, можете про меня много чего плохого сказать. Я могу. Но вот Андрей, он всегда, у него реакция, на любое у него реакция, это любовь. И это здорово, что Бог поместил его в эту церковь, что у нас есть такие служители. Слава Богу. Слава Богу. Еще есть? А, ну давай. Ну, я благодарен, что в церкви есть еще у нас тут корейцы, поэтому, да. Есть человек, который может наставить меня на корейский, азиатский и правильный путь. Да, и также благодарен, что Андрей меня научил играть на басу, потому что я только в этом году начал играть. Да. Да, классно, что и молодежку проводит, и служение. Поэтому я и там, и там, везде. Вот так вот. Слава Богу. Только сейчас не подумайте, что я рукополагаю Андрея, потому что он корейец. А еще очень удобно, потому что кто сильно не видит внешность, не различает, да, восточную, они не замечают, что там пастор уехал, да. Когда Геннадий опаздывает, приходит к Андрею, вы пастор, да, он говорит, нет. Да, и еще тоже я хочу сказать, что мы в группе прославления с Андреем. И знаете, вот когда ты работаешь в коллективе с кем-то, да, особенно в группе прославления, ты, ну, ты видишь всю сущность, да, человека. И я всегда просто брала с него пример его терпимости к людям, как он спокойно объясняет там, что не тот аккорд взял, не тот этот. Опаздывают люди, он терпелив. Как-то дочь снимала сторис для Фейсбука, да, и заходит, пришла пораньше в церковь. И я, ну, смотрю потом сторис, она говорит, нет, я сегодня пришла пораньше, но мне кажется, эти люди, Оксана и Андрей, они здесь, говорит, уже живут они, что ли. То есть невозможно раньше их прийти. Да, это тоже посвящение. И знаете, как Иисус, написано в Библии, хочешь быть большим, будь меньшим, да. Иисус, он омывал ноги своим ученикам. И вчера я спустилась, вчера вы с Ромой, да, полы мыли, Андрей? Да, я вчера спустилась вниз вечером, и, в общем, слава Богу, так прекрасно помыли полы, ковры расстелили, включили уже отопление на полу для детского служения. Ну, вы знаете, оно сердце вот служителя, это сердце служителя. Дай Бог вот нам, ну, чтобы был ориентир на таких служителей. Ну, я, простите, что много говорю, мы не часто говорим друг другу слова, правда, мы все куда-то спешим, все чего-то для кого-то делаем, да. Но Бог, я верю, что Он восхищается нами, Ему нравится, когда мы делаем какие-то дела для Него. Он восхищается каждыми нашими какими-то качествами, поступками. Поэтому, ну, сегодня день, когда мы можем, мы потом пойдем чай пить, да, поэтому сегодня день, когда вы можете Андрею сказать все, что вы думаете про Него хорошее. Ну, у нас в нашем объединении так принято, что человек, который получает рукоположение, он становится на колени. Ну, на колени он становится, конечно, не перед людьми и даже не перед церковью, на колени он становится перед Богом, потому что помазание, оно приходит не от человека, а помазание, оно приходит от Бога. Мы, например, с деканами здесь выполняем роль просто, ну, как передатчиков, да, вот этой славы. Слава Богу, что мы не передаем там коронавирусу, мы передаем помазание. И пусть у всех у нас будет это свойство, чтобы передавать это помазание, потому что все мы призваны для исцеления возлагать руки на больных, чтобы они получали исцеление. Это тоже одна из форм такого рукоположения, но именно целенаправленно для исцеления. А сегодня мы будем рукополагать человека в сан, в сан пастыря молодежного служения. Поэтому большая просьба, Андрей, ненадолго встать на колени. Мы с деканами произведем рукоположение и произведем молитву. Господь, Господь, прямо сейчас мы рукополагаем Андрея Господь, Аллилуйя, Отец, на это помазанное служение пастыря молодежного служения. Веди его, Господь, могущественно, Господь, Отец. Мы всего лишь, Господь, подтверждаем тот факт, что пастор Андрей уже одарен, Господь, тобой. И уже имеет это помазание вести за собой молодых людей. Имеет мудрость свыше. И мы всего лишь, Господь, сегодня подтверждаем. И через это рукоположение мы, Господь, говорим, что мы поддерживаем брата Андрея, Господь, в этом служении. Являемся ему подкреплением советников. Потому что написано, при множестве советников состоится предприятие, Господь, Отец. Будем говорить слова поддержки, Господь, Отец. Может быть, и обличение, Господь. Если мы увидим, что брат Андрей, может быть, где-то в наших глазах, где-то, может быть, сделал небольшую ошибку, Господь, Отец. Помоги, дай нам все мудрости и единства, Господь, Отец. Аллилуйя, Отец. В духе любви, мудрости и целомудрия. Хвалайте всемогущий Бог, Господь, Отец. Возьми сердце, Андрей, прямо сейчас Твою любящую Отцу, скуруку. Руководи им, Господь, Отец, управляй им и через него, Господь, Отец. Аллилуйя, Отец. Свои паствы. Теми молодыми людьми, которые придут, Господь, Отец, в это служение, Господь, Отец, станут частью этого служения. Пусть в этом служении, Господь, Отец, всегда будет Твое мощное, могущественное присутствие. Владычество Твоей безграничной любви, Господь, Отец. Аллилуйя, Отец. Спасибо Тебе за то, что Ты уже вложил в Андрея это отцовское сердце. Пастырскую душу, Господь, которая непрестанно печется, думает, плачет по ночам, Господь, молится, Господь, ходатайствует вместе с Тобой Иисус Христос. Мы благословляем служение Андрея прямо здесь и сейчас, Господь, на этом месте. Пусть те наши дарования, которые, Господь, на пресвитеранском совете, которые, Господь, на диканах, Господь, на пастыре церкви, они переходят прямо сейчас и умножаются, Господь, Отец. В служении Андрея, пастыре Андрея, хвала Тебя, всемогущий Бог, мы Тебя уже благодарим и славим за то, что, Господь, в нашей церкви на одного пастыра стало больше. Аллилуйя, Отец. Происходит делегирование власти, Господь, Иоц. И Ты можешь больше людей охватить, Господь, Иоц. Через этих пастырей, через этих диканов, через этих служителей, через лидеров прославления, молитвенное служение, Господь, Иоц. И молодежное служение также. Спасибо Тебе, Господь, Аллилуйя, Отец. Мы благословляем еще и еще раз во имя Отца и Сына и Святого Духа, нашего брата и пастыра Андрея, во имя нашего Господа Иисуса Христа, Аллилуйя, Аллилуйя, и Церковь Божия так скажет. Аминь. Аминь. Слава Богу. Будь благословен, Андрей. Поздравляю тебя.